МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Я знаю, что ты очень ревнила, и ты бы эту ситуацию не приняла. Ты не приняла бы ни дочь, ни внука, никого. Я берег тебя, я берег дочерей. Извините, да, вот такая вот ситуация, такая санта-барвара. Татьяна и Василий Макаровы всегда жили дружно, вырастили прекрасную дочь Светлану. Все изменилось после того, как однажды во сне Василий произнес имя Нина. Татьяна и Светлана поняли, что у Василия появилась молодая любовница. И, возможно, не одна. Да я, между прочим, первая ему сказала, давай разведемся. Я первая предложила ему подать на развод. Это он три года туда-сюда мыкался, а еще бы этот с ребенком замутил вот эту всю ситуацию. Наталья и Виталий Карасевы несколько лет назад приехали из Курска в Москву. Супруги работали, не покладая рук. Однако в какой-то момент поняли, что на свое жилье им не заработать. К тому же у Виталия появилась любовница, и Наталья три года мирилась с ее существованием. Однако сегодня Виталий подает на развод и требует определить место жительства семилетнего сына с ним. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Макаровой Татьяны Владимировны к Макарову Василию Олеговичу о расторжении брака. Ответчик Василий Олегович с иском не согласен. В зарегистрированном браке Вы 25 лет, и у Вас общая дочь. Дочь, как я понимаю, совершеннолетняя, и у Вас не стоит вопроса о том, с кем она будет жить. Хорошо, Татьяна Владимировна, 25 лет, Вы в браке. Расскажите, пожалуйста, суду о том, как прошли эти 25 лет, и как Вы пришли к такому решению, что Вы хотите расстаться. Вы знаете, я с этим человеком больше жить не могу. Он меня обманул. Мы 25 лет вместе прожили. Вот недавно мы серебряную свадьбу отметили. Сначала все вроде бы нормально было. Прекрасный семьянин вроде бы, заботливый отец. Вроде все было. В гости вместе. В праздники вместе проводим. В отпуск. Никогда по разе не ездили. Вообще никогда. Ну, в командировке. Единственное, вот он в командировке ездил. Ну, я ж не знаю, это же работа все-таки. И я подумать не могла, что он может изменять ничего. И ребенка завел, представляете? На стороне завел ребенка. А так, ну, из командировок всегда звонил. И здрасте, и спокойной ночи, дорогая, целую. Ну, то есть вообще прекрасный, вроде бы прекрасный муж. Каких-то фактов измены, в принципе, не было сначала. Ну, знаете, шило в мешке не утаишь, как известно. И вот, ну, буквально совсем недавно он приболел. Температура у него поднялась высокая. Я думаю, дай-ка ему шаропонижающий укол сделала, потому что 39 все-таки. Сделала ему укол, он в температуру спал, он заснул. А я что-то возилась рядом, делала. Думаю, сейчас я тоже лягу спать. И вдруг слышу, он кричит, Нина, Нина. Господи, я вроде Татьяна, дочка у нас Светочка. С чего ему Нину какую-то звать? Ну, и, ну, Гришна, да, залезла ему в телефон, да. Вот раньше никогда не лазила. А тут залезла. Ну, надо когда-то начинать. Да, надо начинать. Залезла, и хорошо, что залезла. И нашла там переписку с этой Ниной. А Нина знаете кто? Это его одноклассница. И первая любовь, между прочим. Да, вот 25 лет мы прожили, он мне ничего о ней вообще не рассказывал. И вот только в переписке я узнала. Нина, это когда-то моя невеста. Мы хотели с ней пожениться, но я встретил Таню. Я влюбился. Я не явился на свадьбу. Мы поженились через два месяца. Уехали из этого города и забыли вообще все, как страшный сон. На свадьбе меня не было. Жили хорошо и вообще договорились. С Татьяной про Нину не вспоминать. Ее не было. Татьяна Владимировна, смотрите, 25 лет. У вас дочка сколько дочери? 23. 23 дочери, взрослая она. Как она относится к тому, что вы вот из-за смс-сообщений каких-то от какой-то знакомой хотите разрушить вашу семью? А вы знаете, что дочь, между прочим, у нее есть свидетельница, которая может много чего рассказать по изменам ее отца. Она больше знает даже, чем я. Это, кстати говоря, о дочери пошло. Потому что она мне рассказала, что, собственно, произошло. Подождите, то есть вам дочь об этом рассказала? Да, я увидела сначала фотографии в телефоне. Так мало того, я увидела переписку с Ниной. Я увидела фотографии какой-то молодой бабы, понимаете? Он в обнимку с молодой бабой, фотографии в телефоне. Вы можете мне вообще представить, что это такое? Да, могу. Я была в шоке, я всю ночь прорыдала. Ему не стало даже говорить. Думаю, ну сейчас вот взять все разрушить одним махом всю семейную жизнь. Просто страшно очень, понимаете? Василий Олегович, ну а вы чем ответите вот на такие заявления вашей супруги? Я ответить могу только одним. Во-первых, я не согласен на развод. По той простой причине, что я не виноват в том, в чем меня обвиняет моя все равно любимая и уважаемая супруга. Я ей не изменял никого, кроме нее. Я не любил и любить не собираюсь. Просто так получилось, что мы женаты с Татьяной, все нормально. И через пять лет у меня случилась командировка в этот город. Я приезжаю, и что я узнаю? Что моя Нина, на свадьбу которой я не явился, у нее ребенок. И она болеет и бедствует. Я, естественно, нашел ее и выяснил, в чем дело. Оказалось, что она была беременна, и об этом хотел он мне сказать на свадьбе, на которую я не пришел. Но она женщина гордая, говорить ничего не стала, предъявлять ничего не стала. То есть она сохранила от вас беременность, но посчитала, что ни она, ни ребенок в таком отце, как вы, не нуждаются. Ну, вероятнее всего, да. Ну, если она не сказала, то, наверное, так посчитала. Ну, в общем, беременность у нее была тяжелая, ее об этом врачи предупреждали. Была тяжелая беременность, были тяжелые роды. В итоге, после родов у нее отказала почка, это все перешло на позвоночник, она болела страшно. Я пришел, я увидел страшную картину. Нина лежит, ребеночек, как выясняется, моя дочь, пятилетний, в кровати, белье грязное, тихий ужас вообще. Все болеют, денег нет, никто не работает. Что мне было делать? Я, естественно, помог мне не устроиться в больницу. Я, естественно, устроил дочку в детский сад. Я сделал все, что мог и делал. Я, когда вернулся из командировки, хотел Татьяне все рассказать. Ну, невозможно такое уж скрыть. И открывается дверь, и Татьяна говорит, а я беременна. Оба-на! Ну, что мне ей говорить? Что ты, прямо скажем, не первая с этой новостью? Ничего не оставалось делать. Она вообще у меня женщина ревнивая, ну, а тут еще и беременность. Ничего я не стал говорить. И все эти годы я просто помогал, посылал. Кстати, Нину я больше не видел после того раза. Мы с ней договорились, что она мне не звонит, а если что, то только в крайнем случае, опишет на другой адрес, да, я помогал, я посылал деньги, я не мог оставить там свою дочь за ее просто. Но я виноват в том, чтобы все так случилось. Но это было не в ущерб семье. Так что, в чем я при того виноват, я просто не понимаю. Вы, ваше честь, благородного рыцаря пытаетесь из себя строить, а сам обманщик и предатель. Мужчины вообще не умеют выкручиваться из этих ситуаций. Честные мужчины, заметьте, честные. Ну, это вы так думаете, честные? Нет. Кроме Нины, еще молодой любовь не за себя завел. Никакой честности в вашем поступке нет. Просто вы пытались не портить свои отношения, именно те отношения, которые вам были выгодны в этот момент. Вы их не захотели рушить. Как только вам эти отношения становятся невыгодны, вы не задумываясь это говорите. Я люблю мою жену и буду любить. Я не хотел его молчать. Скажите, пожалуйста, вы до сих пор, до сегодняшнего дня помогаете своей бывшей возлюбленной Нине и ребенку, который у вас родился? Нине я уже не помогаю. Нина год назад скончалась. Я помогаю ее, ну, соответственно, нашей дочери. Вашей дочери. Хорошо. Да, он просто... Она жива-здорова, с ней все в порядке? Она жива, слава богу, здорова, но с ней не очень все в порядке. Ваша честь, вы знаете, я прошу позвать свидетельницу, нашу дочку. Он-то все про Нину тут рассказывает, понимаете, но Нина-то давно умерла. А в фотографии недавние я видела в телефоне с молодой девицей какой-то. Вот, кстати, о ней, между прочим, моя дочь, ей есть что рассказать. Я прошу ее позвать в качестве свидетеля. Пусть она расскажет. Светлана, да, она пришла уже давно. Макарову пригласите, пожалуйста, в зал. Расскажет, что он на видео. Свидетель Макарова, вы пройдете. Чему я ее учу? Это ты чему учишь ее? Ты! Измени. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Становитесь рядом с мамой. Вот мама ваша говорит, что вам стала известна какая-то информация, которую вы можете сообщить суду, имеющая отношение к этому бракоразводному процессу ваших родителей. Вы человек взрослый, поэтому вы можете говорить всю правду. Да, Ваша честь, я поняла вас. Вы знаете, я просто в шоке от происходящего, от всей этой ситуации. Я никогда не думала, что мой отец так сможет поступить с моей мамой. Вы знаете, я всегда думала, что наша семья является неким примером, идеалом для многих семей. Но это просто какой-то ужас. Вы знаете, после того, как мой папа поступил с моей мамой, я даже отцом его назвать больше не хочу. Как поступил? Да так поступил. Я сейчас все расскажу. Дело в том, что я работаю в парикмахерской, а моя подруга Ирина неподалеку работает в химчистке. И вот как-то раз я стригу клиента, и ко мне залетает Ирина и говорит о том, что только что мой отец со своей молодой любовницей пришел в химчистку. Они сдали свои вещи, он там сдал свой пиджак, костюм, она сдала свое платье, и они сели в его машину и уехали куда-то. Ну вот как это? Это нормально вообще? Я понимаю, женщина, молодая в машине, любовница. Конечно, а кто еще? А кто была эта женщина? Действительно, кто же это может быть еще? Простите, Ваша честь. Вы меня спрашиваете. Ваша честь, давайте пригласим Ирину, подружку. Она расскажет вот как раз про эту женщину. Ирина это ваша подруга, которая работает в химчистке. Да, да, да. И она, возможно, знает, кто была эта женщина. Конечно, да. Хорошо, Яковлеву, Ирину Игоревну, вы тоже заявляли по ходатайству, она пришла. Яковлеву приглашаем. Кто такая? Кто такая? Сейчас увидишь, кто такая. Сейчас все услышишь. Да я знак не знаю, ведать не ведать. Да вы что? Лично ты и не знаешь. Вы свидетели Яковлева? Пройдемте. Так я ее от этого все равно не узнал. Да какая разница, она тебя знает. Ирина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что вы хотите сообщить суду по поводу того, что вам стало известно? Что ответчик, находящийся в этом зале, находился в вашей химчистке с какой-то другой женщиной? Лично я этого мужчину не знаю. Но я видела его на фотографиях. Светочка, моя подруга, показывала мне фотографии с их серебряной свадьбе. Где, ну, я... Ну, вы знали, что это ее отец? Конечно, да. Так. Они подъехали тогда на машине. Они это кто? Ее отец? И ее отец, и девка какая-то молодая там была в машине. Девушка? Девушка. А, на машине, на капоте была наклейка холодильника. Это явная примета ее отца. Потому что Светочка мне сказала, что отец работает на холодильных установках. Ну, и заходят они ко мне в химчистку. Я вообще, ну, очень удивилась. Девица эта сумка была. Они достали вещи, чтобы я приняла их в стирку. Спросили ли разрешение на очистку пятен в этот же день. Я сказала, что мне необходимо ознакомиться с пятнами. Ну, а тем самым временем хотела понять по пятнам эти, какие они там есть, посмотреть, ознакомиться. Что за характер, отношение какой у их пары. Ну, пятна оказались чернильные. Какой тонкий анализ. Написали капитал Маркса. Ну, вот. Значит, смотрите. Я рассматриваю, пока я вынимала эти вещи, все сумки. Девица эта молодая и говорит. Что там за пятна-то были? Пятна были какие. А, ну, губная помада, розовый след. А мы, работницы химчистки, нас хоть завтра в полицию брать. Знаете, значит, пятна, помады были на воротнике, рубашке мужской. А на пиджаке были пятна еды, выпивки. Видно, что погуляли таки хорошо в ресторане, мужчина с девицей данной. Дальше вы берете ультрафиолетовую лампу. Нет, это видно. Это, ну, ни с чем не перепутать. И чтобы ни с чем не перепутать, смотрите другие пятна. Собаку съела на них. Ты нам врешь, ты всем. Вру, предатель. Я сейчас все расскажу. После этой ситуации я взяла такси и на следующий день проследила за своим отцом. Они вышли из химчистки, доехали до гостиницы, зашли в нее, через 20 минут вышли с каким-то ребенком лет пяти еще. У меня есть видеозапись, на которой это все прекрасно видно. Как мой отец и его молодая любовница отлично проводят время вместе со своим ребенком. Так, и вы маме все это рассказали, да? Конечно. Да, в этот же вечер я пришла домой. Так, Татьяна Васильевна, и вы что? Что я? Я всю ночь прорыдала. Понимаете, мое состояние. И фотографии именно этой девушки я как раз видела у него в телефоне. И, между прочим, в тот день, когда была сделана видеозапись, он мне звонил из командировки и говорил, что его задерживают. Ну, давайте все сходится. Мы выслушаем, Василий Олегович, под напором доказательств и аргументов. Я сейчас прям дрогну и потеку. Давайте, пожалуйста, дрогните. Все дело в том, что, к сожалению, рассказать все я могу только в вашем присутствии. Дома меня никто не слушает. Я вам поясню, в чем дело. Вот эта милая девушка, это дочка Нины. Соответственно, это моя дочь. А вот тот милый мальчик, которому 5 лет, это, соответственно, мой внук. Ну, очень нетрудно договориться было. Когда я приболел очень резко, и когда моя любимая супруга посмотрела мой телефон, понимаете, мне тогда со мной Марина, она связалась по соцсетям. И там было видео Нины. Она болела, она умирала, она попросила им помочь. Там сложилась такая ситуация. В общем, у них сгорел дом. Все, у Марины ничего нет. Ни дома, ни работы, ничего. Но в первую очередь вы ребенку своему помогли. Да, я в первую очередь помог своему ребенку и своему внуку. Я поехал, я забрал их из этого города. Я их привез в наш город. Они хотели там где-то жить, какой-то угол снимать. Я этого не позволил. Да, я им снял квартиру. Да, я устроил Марину, мою дочку, на работу. Я не мог поступить иначе, потому что я должен им. Я виноват перед ними. Ну, это достойно лишь уважения, а не осуждения. Это естественно. Я, к сожалению, я очень сожалею. Я виноват перед моей женой, перед моей дочерью. Почему ты мне не рассказал? Что я ничего... Почему? Ну, ты же на это так болезненно реагируешь, дорогая ты моя. Ну, что я... А сейчас, а сейчас? Ну, вот сейчас рассказал. Да нет, ну, гораздо болезненнее жить и понимать, что у вас есть любовница, нежели понимать, что у вас когда-то там, 20 лет назад, родился ребенок. Спасибо, что ты меня хотя бы в суде слушаешь. Я, к сожалению... Ваша честь, Марина, здесь... Вы позволите, я ее приглашу? Да, Зимину, Марину Васильевну, вы ранее ходатайствовали о вызове, она явилась, приглашаем. Зимину. Я просто не хотел тебя расстраивать. Ну, неужели ты не понимаешь? Не хотела расстраивать. Расстрой. Вы, святитель Зимина? Да. Я могу вам это расставлять. Все, я буду... Ну, позовем на стороне. Замечательно. Не хотел расстраивать. А ребенок был первым, вы, впрочем. Здравствуйте, Марина Васильевна. Как я понимаю, вы приходитесь дочерью Василию Олеговичу. Да, все верно. Но так случилось, что вот он не принимал продолжительный период участия в вашем воспитании. Практически вы не виделись. Но вот сейчас он принимает участие и в вашей жизни, и в жизни вашего внука. Это так? Да, это так. Расскажите об этом, пожалуйста. Вообще у нас с мамой была очень тяжелая жизнь. И мой отец, когда узнал о том, что вообще я появилась на свет, что я есть, он начал нам помогать. Ну, как мог, по возможности. Высылал деньги, но он не бросал свою семью. А недавно вот у меня вообще такая ситуация получилась ужасная. У нас сгорел дом, и те деньги, которые я получила компенсационные, отец моего ребенка, он просто украл. Он сел в тюрьму, и я осталась и без денег, и без дома. И моя мама в связи с этим попала в больницу, понимаете. Мне очень тяжело об этом говорить вообще. Мама там вот как раз сняла видео, которое попало к моему отцу с просьбой о том, чтобы помочь мне и его внуку, то есть моему сыну. Мама потом умерла. Ну, понятно, просто мама вас воспитывала одна, и она, наверное, не хотела, чтобы вы в сложной жизненной ситуации тоже остались с ребенком на руках одна, и хотела какую-то помощь, опору для вас найти. Да, конечно, она хотела очень, чтобы мой отец мне помогал, вот, чтобы он меня поддерживал. И на работу вас устроила? Да, он меня устроил на работу, он мне очень помог. Он очень хороший человек, и вот его жене, Татьяне, не в чем его упрекнуть. А не говорил я тебе по одной простой причине. Я знаю, что ты очень ревнилая, и ты бы эту ситуацию не приняла. Ты не приняла бы ни дочь, ни внука, никого. Поэтому я сделал, как сделал. Я берег тебя, я берег дочерей. Извините, да, вот такая вот ситуация, такая Санта-Барбара. По-другому я поступить не мог и не поступил бы. Еще раз, прости меня, и еще раз, я не хочу с тобой разводиться. Я любил и люблю только тебя. И буду любить, что бы ни случилось. Решение сама принимаю. Для меня это такой шок просто, просто жуткий шок. Мне надо обдумать все. Я не могу сразу никакие решения принимать. Это во-первых. Во-вторых, вот эта вот девица, которая ухаживает там и за внуком, вдруг ничего не говорила, вдруг такая вот забота она. Ты знаешь, я дома ее у нас не потерплю, так и знаю. Да тебе никто ее не приведет. Чтобы ты на нее смотрел и Нину свою вспоминал. И знаешь что, ты давай, Вася, решай, пожалуйста. С кем ты останешься? Либо с нашей семьей, вот с нами, со Светочкой, либо ты в новую семью идешь. А я сейчас решить ничего не могу. Для меня это такой ком снежный на голову упал. Такой шок. Я столько всего узнала, что я не могу сейчас ничего. Хорошо, я вас поняла. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Далее в программе. Да я, между прочим, первая ему сказала, давай разведемся. Я первая предложила ему подать на развод. Это он три года туда-сюда мыкался, а еще вот этот с ребенком замутил вот эту всю ситуацию. Наталья и Виталий Карасевы несколько лет назад приехали из Курска в Москву. Супруги работали, не покладая рук. Однако в какой-то момент поняли, что на свое жилье им не заработать. К тому же у Виталия появилась любовница, и Наталья три года мирилась с ее существованием. Однако сегодня Виталий подает на развод и требует определить место жительства семилетнего сына с ним. Прошу всех садиться. Оглашается определение. Слушай, не делай о расторжении брака отложить. Назначить супругам срок для примирения три месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения три месяца, потому что ответчик на расторжение брака не согласен, и сама истица просит предоставить срок для примирения или обдумывания, как вы это сформулировали. Если супруги не примирятся, истица по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то через три месяца брак будет расторгнут. Определение вам понятно? Понятно. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Обдумаем. Ладно? Прошу вас на выход. Давай вместе обдумаем. Хорошо? Хорошо. Ладно? Ладно, прошу. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Карасева Виталия Николаевича, Карасевой и Натальи Владимировне о расторжении брака, об определении места жительства несовершеннолетнего сына с истцом. Ответчик Карасева Наталья Владимировна на развод согласна, но воздвигает встречные иски об определении места жительства ребенка с собой и о взыскании супруга алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в размере 25% от ежемесячных доходов своего супруга. А также о разделе супружеского имущества. Автомобиля стоимостью 1 миллион 400 тысяч рублей. Вы в зарегистрированном браке 8 лет. Ваш сын Алексей, ему сейчас 7 лет. И дело слушается при участии Алексеевой Натальи Алексеевны, представителя органов опеки и попечительства. Да, Наталья Алексеевна? Здравствуйте. Хорошо, Виталий Николаевич, пожалуйста, изложите суду причину развода. Да, как таковой причины нет основной. Просто наш брак изжил себя, пришло время разводиться. Жили себе, жили. Начались ссоры, как у всех, наверное, ссоры, ревности. Надоело и решили развестись. Нет, ну как это надоело? Надоело это можно, передача надоела, переключила на другой канал. А тут, извините, у вас сын, у вас ответственность. Ну мы дальше просто понимаем, что не можем просто жить дальше вместе и все. И Наталья требует разделить имущество, машину. Но она прекрасно знает, что это подарок моей будущей невесте. Ну что подарок? Какой невесте подарок? Он законом браки был подарен. Нашим с тобой законом браки. Это она мне подарила и не имеет к нашему браку. А, это невеста вам подарила? Да, мне моя будущая жена подарила машину. То есть у вас уже есть невеста? Да, я собираюсь продолжить жить и завести новую семью. И прошу, чтобы ребенок остался со мной. Да с чего это? С какой радостью он с тобой должен оставаться? Я его родная мать, между прочим. Родная мать. Ты просто забываешь, что я его родной отец. А я мать. Поймите, у нас сын, и мы с ним, у нас установилась с ним хорошая мужская связь. С сыном у вас хорошая связь. А вот будет ли хорошая связь у вашей замечательной избранницы с вашим сыном? Это еще вопрос. Но мы взрослые люди. Вы же не свои там босоножки, туфли забираете. Вы же забираете отдельного человека. И хочет ли с этим человеком связать свою судьбу, вашей избранницы? Совершенно верно вы рассуждаете. И мы это все с Маргаритой обсудили. Она все прекрасно понимает. И она не против. И она даже рада, что у моего сына, вы поймите, она рада, что у моего сына улучшатся жилищные условия. А я родная мать, что должна теперь от ребенка отказаться, что ли? Она рада у тебя там. Я тебе не отдам сына. Скажите, Виталий Николаевич, она-то рада, что у вашего сына улучшатся жилищные условия. А ваш сын рад, что он будет жить без мамы? Да, мы все с ним обсудили. Прям рад. Он говорит, папа, как хорошо я буду жить без мамы. Как мне, папа, нравится твоя новая жена? Да? Ну, может быть, не так ей хитро. Ее зовут Маргарита, правильно я понимаю? Вы поймите, я все подготовил. Я поговорил с сыном, мы это с ним обсуждали. Не верьте, ваше число, мне разговаривали с ним. Да, ему может быть 8 лет. Сейчас он, может быть, не до конца это все понимает. Поймет дальше. Сын будет жить в отдельной комнате. У него в хорошем районе. У Марго под окнами гимназия многопрофильная. Ты пойми, Наташа, Марго все понимает. Она даже чувствует вину свою перед тобой, что уводит меня из семьи, где ребенок. И она тоже могла бы сказать мне, выбирай, либо она, либо я. Но нет, она ждала, пока я на это решусь. Она ждала. А раз ты теперь не хочешь с этим мириться, ну что теперь? Развод. Она сказала, а я три года как мучилась, ты три года от нее ко мне бегал, от меня к ней бегал, три года на две семьи жил. Ну разве так можно? И я-то с этим тоже мирилась. Я согласилась на то, что ты будешь жить на две семьи. Я хорошая мать, я хорошо воспитываю ребенка. Он у меня накормлен, одет, он у меня с иголочкой весь. Я уроки с ним делаю. В Кружоково хочу повезти. Почему я, почему меня нужно отнимать? Скажите, пожалуйста, Виталий Николаевич, вы сейчас где проживаете? Я проживаю с Маргаритой. В ее квартире. А вы где проживаете? Я проживаю в съемной квартире, которая... Которую я оплатил. Да, оплатил мой муж до конца года, она оплачена. Ну я тоже работаю на фабрике, у меня, к сожалению, не такая уж большая зарплата, но нам как-то хватает все равно денег, и врачу воспитываю ребенка. Ну вот, Виталий, к сожалению, малый. А будет вам хватать, потом ты квартиру снимаешь? Вот, я все мне говорю. Поэтому я выставляю требования отсудить у него алименты, ну, естественно, что ребенок останется со мной, и алименты в размере 25% от его дохода. Я законы, между прочим, знаю. И вообще, почему ты его сейчас осудишь? Мы же с тобой договаривались, что Леша останется со мной. Мы договаривались. Да при чем с договоренностями нашей? Я думаю о нашем будущем. У нас тут договор с тобой. О будущем и своего сына. И никаких тебе алиментов. Расскажите мне, пожалуйста, а вот как ваша жизнь до этого протекала? Потому что у вас сейчас вот никакой теплоты не осталось. Но ведь раньше это было по-другому. Да, в вашу честь, мы 6 лет назад, мы приехали из Курска, из провинции. Ну, жилья нет, естественно, сняли. Мы квартиру жить же где-то надо. Устроились на работу, там, я где-то, он устроились. Ну, зарплаты все маленькие. Хотели мы взять в ипотеку квартиру. Ну, зарплата не позволила. Нам не дали ипотеку, не пропустила нас. Вот, и... Ну, вроде жили-жили. Ну, и тут, представляете, я 3 года назад узнаю, что этот кобель завел себе любовницу. И стал сначала так понемножку уходить. Это 3 года назад было, да? 3 года назад. По чуть-чуть уходить, потом совсем по ночам стал уходить. Вообще перестал приходить. Ну, я чувствую, что что-то не то. Вывела его на разговор. А он ничего и не скрывал, и не спорил. Да, говорит, у меня любовница, я ее люблю, и все дела. Вот. И, в общем, когда он заявил, что у него есть любовница, я, конечно, закатила ему скандал, проревелась там все. Но потом я уже остыла. Просто с практической стороны это все переосмыслила. Ну, у нас же все-таки ребенок, семья ребенок его любит. Да, Виталий тоже к ребенку очень хорошо относится. Ну, и, в общем, я решила поработать над собой, пересмотреть свои отношения. Ну, и это сработало. И, в общем, он стал приходить уже чаще, даже стал оставаться. И в какой-то момент он остался. И действительно все сработало, и он остался. Но потом он опять ушел к ней. Я не понимаю, ушел и ушел. Ну, давай разведемся нормально. Зачем ты сейчас осуживаешь ребенка? Ну, мы же с тобой договаривались, что ребенок останется со мной. Я хочу будущего нормального для своего сына. Ваша честь, так как он стал меньше давать денег ребенку на его воспитание, еще одно мое требование отсудить половину стоимости автомобиля, нажито в нашем законном браке, который ему подарила его любовница. Но так как имущество нажито в нашем браке, я считаю, что половина принадлежит мне и моему ребенку. Ну, как это, нажито или подарило? То есть, либо он купил на ваши совместные средства, либо вы говорите, вот ему любовница подарила, но оно нажито. Слово нажито, вы понимаете, что означает? Ну, это же в нашем законном браке. Скажите, пожалуйста, ответчик, у вас был ранее заявлен свидетель. Да, Ваша честь, я прошу пригласить в зал суда моего свидетеля. Это моя подруга Мельникова Лиза. И вот сейчас она расскажет, какая я хорошая мать, а какой ты отец. Ну, хорошо, давайте вызовем Мельникову Елизавету, которая нам действительно, может быть, сообщит о том, с кем лучше остаться ребенку после развода. Так она ее подруга, она сообщит все, что угодно. Ребенок должен остаться с матерью. А я отец, я же не кто-то ему с улицы. Здравствуйте, Елизавета, вас по отчеству? Сергеевна. Елизавета Сергеевна, как я понимаю, вы подруга Анатолии Владимировны, и вы знаете, в каких условиях живет ребенок, как к нему относится мама, как папа с ним занимается. Расскажите об этом, если можно. Да, все верно, Ваша честь. Я давняя подруга Наташи. Мы когда-то вместе учились в школе в Курске, дружили. Только я после школы в Москву сразу уехала. А она осталась. Я звала ее с собой, но она все что-то думала, решала, никак не могла решиться. Потом замуж вышла вот за этого. Ты даже любила козла этого. Вместе они уже приехали. Я им квартиру подыскала съемную, помогала, чем могла. Я-то вышла замуж за москвича, и у меня проблем ни с жильем, ни с работы нету. Ой, дура я была, что тебя тогда не послушала. Да дура, надо было, конечно. Ну что ты, я вот тебя постоянно звала, но ты все любила, надеялась, что... Ну, пожалуйста, любила, а вот в ответ мне что? А ты прикинь, он у меня теперь же еще и ребенка хочет отсудить. Скажите, пожалуйста, а что вам известно о том, вот как складывалась жизнь супруга-то? Детали какие-то вам известны? Когда они приехали в Москву, в Москву он не сразу работать стал. Он долго искал работу, я помогала, чем могла. Но он все что-то выбирал, получше что-то ждал. А когда хорошее местечко нашел, так вместо того, чтобы подумать о том, как семью обеспечить, квартиру свою купить, он замутил с любовницей, с директором компании, в которой работает. Так он устроился на работу, и уже на этом рабочем месте там прям с директором компании начал встречаться, да? Правильно ты не знала? Ну, подробности, насколько сразу, я не знаю, я не могу сказать, насколько сразу. Ну, понятно, то есть это директор компании, то и фирма, в которой сейчас работает Виталий Николаевич, да? Да, все верно. Скажите мне, пожалуйста, а что вам известно о том, насколько Виталий Николаевич хорошо занимается воспитанием сына? Как он внимание мальчику уделяет? Да какое там воспитание? Как плевать ему на ребенка? Он приходит раз в месяц, погулял с ним, игрушечки какие-нибудь купил, в кафе сходил, и все. Они когда и вместе-то жили, ему не было дела до воспитания сына. Ага, понимаешь, что это все? До меня-то дела не было, я до сих пор за 6 лет в одном пальто хожу. Ну, давайте, вы знаете, может быть, нам Наталья Алексеевна, представитель органов опеки и попечительства, поможет в этом разобраться. Наталья Алексеевна, вы же исследовали этот вопрос. Да, да, конечно, Ваша честь. Органы опеки исследовали ситуацию, которая сложилась в семье Карасевых. Сначала к нам пришел папа с просьбой, чтобы при разводе ему оставили сына на воспитание. Мы поинтересовались, а мама-то вообще знает, она согласна. Виталий Карасев нам ответил, что мама в курсе, она не возражает. Мы решили побеседовать с женщиной. И когда мы к ней пришли, оказывается, что она вообще впервые слышит об этом. Она посчитала, что мы врем, и приняла нас за мошенника. Она вообще впервые слышала о том, что муж хочет уходить, или о том, что... О том, что муж хочет забрать ребенка, я впервые услышала не от мужа, а от органов опеки. И о том, что муж хочет оставить ребенка себе, хотя между собой, как я понимаю ранее, вы с мужем договорились об обратном. И он не возражал, что ребенок после расставания будет с вами жить. И она была в этом уверена, что по обоюдному согласию, соответственно, сын останется с ними. Она стала плакать, просить, чтобы мы ее защитили. Мы поняли, что ситуация конфликтная, сложная, и поэтому исследовали и провели условия проживания ребенка с сыном. Ребенка с сыном с матерью и сыном с отцом. Расскажите об этом, пожалуйста. Мы сейчас обследовали проживание ребенка с мамой. Ребенок, значит, все имеет, он сыт, он одет, у него все в достатке. Да, конечно, они проживают на съемной квартире, но там чисто и аккуратно. Мы составили акт. Ребенок учится в первом классе, мама с ним много занимается. Заключение психолога. Ребенку с мамой комфортно. Обзанималась прям. Каждые пять минут занималась. Да, занималась. Я только одно не могу понять. Я с ним занималась. Вы хотите сказать, что ребенку комфортно, Скажите, пожалуйста, а что... А не в новой квартире? А почему это у меня клоповник? Ну, съемная квартира, ну, не клоповник же, ваш чест. Пожалуйста, когда суд пытается выяснить что-то у представителей органов опеки и попечительства, вы уж хотя бы дайте возможность высказаться в суду, не перебивайте. Скажите, пожалуйста, а вы получали информацию о доходах родителей? Ну, да, конечно. Она работает на заводе. У нее сейчас зарплата 40 тысяч. Нормальная зарплата. Ну, вот им потихоньку хватает, поэтому, соответственно, и Наталья Карасева просит, чтобы ей присудили алименты. Алименты, да. А вот для... Также мы обследовали проживание ребенка с отцом. Виталий Карасев предоставил квартиру своей невесты Маргариты Петровны. Но это не его квартира. Это не его квартира. Маргарита Петровна сегодня с вами хочет жить, а завтра вот вы ее рассердили. Она сказала, вот тебе бог, а вот порох. Сегодня она хочет с ребенком жить. И где потом завтра мой ребенок окажется? Вы что завтра, потом он ей лишний. Так рассуждать, знаете. Она тебя выгонит, и мой ребенок на улице будет жить. Скажите, пожалуйста, а вы исследовали, что еще есть вот родительская квартира, как я понимаю, в Курске? Да, конечно. Если что, вдруг они же могут и в Курск переехать, правильно? В этом все дело, что у Натальи Карасева имеется доля родительской квартиры в Курске. И если что-то случится, они всегда ребенком смогут туда поехать. То есть они пожизненно за это съемное жилье не цепляются. Они могут и туда уехать. Да, так и есть Наталья. А вот имейте в виду, что у Виталия Карасева на данный момент вообще в собственности нет никакого жилья. И вот если Пахомова выгонит их на улицу, где? Где, Виталий? Вы на улице будете милостыню просить? Я так понимаю, у вас какое-то возникло непонимание, чего происходит и как будет развиваться моя жизнь. Ваша честь, можно вызвать моего свидетеля, Пахомова Маргариту, мою будущую жену. И она вам все объяснит. И докажет документами, что машина куплена на ее день. Хорошо, вы предоставляете эту женщину в качестве обеспечения жилищных условий для вашего ребенка. Поэтому в любом случае суд ее выслушает. Потому что, как же так вы говорите, да нет, вот пожалуйста, ребенок, хочешь живи у Пахомова, хочешь пользуйся ее деньгами, конечно же, мы выслушаем сейчас Пахомову. Приглашайте Пахомову. Он будет жить со мной. Виталий Николаевич, это родная мать. Я его родная мать. Я его родила. Я любящий родной отец. Виталий Пахомова. Пройдемте. Хорошего будущего. А это что? Для чего? Чем моя любовь хуже ее? Тишина, пожалуйста, попрошу, супруги. Здравствуйте. Вы Пахомова Маргарита. Как вас по отчеству? Петровна. Маргарита Петровна. Вот истец сейчас сказал, что он у вас проживает в квартире. И планирует туда же в вашу квартиру переместиться с 8-летним сыном и проживать там. Этот вопрос очень интересует суд. Пожалуйста, все, что вам известно, сообщите. Да, конечно, я не против. Виталий мой мужчина. Скоро мы вступим в законный брак. Вот. Живет он у меня не в гостях. Вот свидетельство о регистрации. Возьмите, пожалуйста, предоставьте суду. То есть вы сделали ему регистрацию или что это? Да, это регистрация в моей квартире. Да вы что хотите делать, а ребенок со мной останется? Ваша честь, мало ли кого она может регистрировать в своей квартире. В общем, да, это же не право собственности. Вам бы лучше бы не этот документ, а документ на право собственности этого замечательного мужчины на квартиру. И тогда бы сразу вопрос-то просто решился, правда? Или пока до квартиры еще дело не дошло. Правильно, правильно. Она хочет отсудить половину машин, которую ты мне подарила. Ну, это уж вообще никуда не годится. Это машина-подарок. Вот у меня есть выписка со счета тоже, пожалуйста, предоставьте. Будьте добры, пожалуйста, если можно. Ну, подарок, между прочим, в нашем законном браке. Это подарок, дорогая моя. Подарки не делятся. Делятся, если они нажиты в законном браке. Я тоже законы знаю, между прочим. Наташа, вообще, что ты знаешь? Вот я не могу на тебя смотреть спокойно, не могу. Ты не можешь быть ни женщиной, ни матерью. Ты просто ноль. Иначе ты давно бы уже подала на развод. Чего? Да я, между прочим, первая ему сказала, давай разведемся. Я первая предложила ему подать на развод. Это он три года туда-сюда мыкался, а еще бы ты с ребенком замутил вот эту всю ситуацию. Маргарита Петровна, ну и вас, в общем-то, три года эта ситуация, как я понимаю, устраивала. Если бы вам это не подходило, вы бы поставили на второй неделе знакомство вопрос ребром, и все бы стало на свои места. Меня это устраивало. Я не собиралась выходить за него замуж. Он работает у меня администратором, такие легкие отношения меня устраивали. Но потом я присмотрелась к нему. Хороший мужчина, дело свое знает. Но я решила, беру его в мужья. Маргарита Петровна, его в мужья надо будет взять с одним маленьким довесочком в виде сына восьмилетнего. Вы как к этому? Я к этому положительно отношусь. Но нельзя же его оставлять с этой мамашей. Я родная мать ему. И прокормим, и воспитаем. У меня отличные условия. А вот как с Натальей, это я сомневаюсь. Моя квартира в полном распоряжении Виталия. Он там зарегистрирован. Мало ли кого вы регистрируете в своей квартире. Вот когда будете зарегистрированы в браке, тогда Карасев пусть обращается в установленном порядке. Но это с какой стати? Женщина, вообще с какой управы? С какого округа? Кто у вас начальник? Ну давайте в таком тоне не разговаривайте с представителем органов обеки и попечительства. Они свое дело хорошо знают. Может быть, стоит провести повторное обследование проживания ребенка с отцом? Вы сейчас такое узнаете, что выгоните его пинком под зад сразу же. Что ж такое я узнаю-то? Говори. Да то, что, дорогая моя, это он не не по своей воле так к тебе обходил. Не по своей воле на тебя запал. Ты не знаешь всего. Нифига подобного. Между прочим, это я. Это я ему разрешила к тебе ходить и с тобой встречаться. Ваша честь, в общем, мы когда приехали 6 лет назад из Курска, да, ну денег у нас не было, зарплаты маленькие, там жить негде, квартиры не было. В общем, вот мы-то 3 года так вот пожили, ну поняли, что ну не получается, ребенка нормально воспитать не получается. И мне Виталий тогда сказал, что ну давай, говорит, разведемся или сделаем вид, что разводимся. Я сначала не поняла, даже оскорбилась, ну думаю, как и так сделаем вид, что разводимся. Но тут он мне рассказал про свой план. То есть мы разводимся, он-то, ну Виталик, мужик видный, красивый, охмурит любую бабу, в общем, находит он богатую бабу, охмуряет ее, женится на ней, соответственно, наводит на то, чтобы купить совместное жилье, они покупают, он с ней разводится и возвращается в семью уже ко мне, к ребенку уже с готовым жильем. Так что, дорогая, это ты, это ты часть моего плана. Но, Виталий, я теперь вот не пойму одного, зачем при этом отсуживать ребенка? Ну мы же с тобой договаривались, что по плану он останется со мной. А теперь послушай меня, Наталья. это не я часть твоего плана, а ты часть моего плана. Да ладно. И только такая глупая дура могла поверить, что можно меня развести на деньги, а потом еще забрать мужчину. Когда мы только начали с ним встречаться, ну так еще не очень далеко у нас заходили отношения, из его рассказов я поняла, что у него алчная, глупая жена. и это я придумала, как сделать так, чтобы ты с радостью отпускала его ко мне, якобы для жилищной аферы. Вот и получила. Просто смирись, что у нас развод. Ты, ты мое прошлое, вот мое будущее. Извини, но ты прочитанная. Слушай, прошлое, будущее, да ты понимаешь, сейчас ты, ты скотина, да ты, ты скотина, я не знаю вообще, как таких людей называть. Да она еще и нервная. Держитесь, пожалуйста, Наталья Владимировна, принимайте это с достоинством, а вы, Виталий Николаевич, терпите, вы это заслужили. Может и заслужил, я заслужил свое будущее, и оно рядом. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. И что ты показала? Здравствуйте, прошу садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. В иске о разделе супружеского имущества отказать. В иске отца об определении места жительства малолетнего сына по его месту жительства отказать. Определить место жительства несовершеннолетнего ребенка по месту жительства матери. Взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка алимента на содержание несовершеннолетнего в размере одной четверти заработка и иного дохода ежемесячно до совершеннолетия сына. Суд отказывает в требовании о разделе супружеского имущества, а именно автомашина, приобретенной истцом в браке. В данном случае спорная автомашина совместным имуществом супругов не является, потому что хотя она и была приобретена в период брака, но не на супружеские средства, а на денежные средства, переданные супругу в дар. Это подтверждается представленными суду письменными доказательствами, которые предоставил свидетель по этому автомашину, является личной собственностью супруга и разделу не подлежит. Суд определил место жительства малолетнего сына супругов по месту жительства матери, потому что малолетний ребенок в большей степени нуждается в материнской ласке, внимании и заботе. При разрешении данного спора суд учел привязанность мальчика к матери, а также то, что при совместном проживании с ребенком отец не уделял ребенку достаточно внимания. В настоящее время отец ребенка проживает с другой женщиной, с которой у него еще не заключен брак и никаких прав на ее имущество и на ее жилую площадь он не имеет. Эта женщина для мальчика совершенно чужой человек, не испытывающий к ребенку теплых чувств. С учетом данных обстоятельств суд определил место жительства мальчика по месту жительства матери. Суд, определив место жительства сына по месту жительства матери, взыскивает с отца в пользу матери алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, потому что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Вам решение суда понятно? Обжалование, установленное законом сроки. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Зря радуешься. Я еще отсужу Лешу. Будем же в нормальных условиях с отцом. Они черт знает где зашли. Не надо, Леша. Все я решим потом. Все еще будет. Ребенок с тобой. Ну а что ты хотела? Да?